Друзья, я назвал бы эту тему «духовное благородство». Вот это слово мне больше всего нравится, и это, наверное, больше в личном таком восприятии. Как Максим уже спрашивал, это была, может быть, какая-то тема? Нет, это просто рассуждение. У меня всегда большое желание быть человеком благородным, но не просто благородным, мы сейчас немножко глубже порассуждаем над этим словом, а вот именно чтобы это было некое духовное благородство. Я очень высоко ценю таких людей. На это немножечко вопрос. Я хочу прочитать вместе с вами текст 1 из Писания. Если у кого-то есть Библии, и вы готовы их открыть, это послание к Колоссянам, 3 глава. Все будут читать с 8 по 15 стихи. К Колоссянам 3 глава с 8 по 15 стихи. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, спернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, миренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. «Более всего облекитесь любовь, которая есть совокупность, совершенство, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Друзья, полковые словари дают нам определение благородства следующим образом. Можно было бы много прочитывать. Что такое благородство? Да, это высокая нравственность, обязательно сопряженная с честностью, самоотверженностью, великодушием. И еще, как русское устаревшее слово, благородство, оно связано с дворянским происхождением, рыцарством. Мы об этом тоже немножечко потом поговорим. Друзья, если говорить о высокой нравственности, то, наверное, мы найдем несколько таких слов, которые являются синонимическими в этом отношении. «Нрав» или «нравственность». «Нрав» – это слово библейское. Наверное, вы помните человека, у которого был злой нрав. Это, наверное, вы хорошо помните человек, с которым когда-то встретился Давид. И еще в Писании мы находим «имейте нрав несребролюбивый». Ну, наверное, вы встречались с этим словом даже вот в детском возрасте, в возрастком, когда вам читали «мораль». «Мораль» – это тоже, кстати, синонимическое слово, близкое к нраву. Сегодня я хотел бы говорить об этом благородстве как о высокой нравственности, только духовной. И я предложил текст Священного Писания, в котором написано, что нам нужно отложить. Если немножко выше, там даже написано, что нужно умертвить. И там такие злые вещи говорят, за которые даже отлучаются. А вот дальше немножко написано. «А теперь вы отложите все, и перечисляются гнев, ярость, злоб, злоречие, вернословие. Не обрите лжи труду». И знаете, друзья, вот очень интересная картина здесь. Смотрите, как избранное Божие. И смотрите, что милосердие, благость, смиренно мудрое, кротость, благодарность. Ой, здесь так много, много того, что предлагает апостол Павел Владимирович. Вот, друзья, знаете, здесь можно каждому говорить об каждой этой добродетели, я бы так сказал, да, о любви, которая есть в совокупности с совершенством. Но я все, весь этот текст, одним таким словом, духовное благородство. Потому что все эти слова не входят в высокую нравственность христианина, которая должна быть. Об этом я хотел бы с вами немножко сегодня поговорить. Так, ну это как такое вступление. Друзья, почему я считаю, что это очень важно? А потому что я нахожу, что несмотря на то, что сегодня мир предлагает некоторые принципы воспитания человека, ну и это очень часто, если говорить о Западе, о других принципах, это демократические принципы. И кажется, это должно было бы, наоборот, приблизить где-то людей друг к другу. И где-то в основе есть даже некоторые христианские принципы, в этих демократических, какие-то, я бы сказал, схожие с христианством. Нельзя сказать, что это христианские до конца, да, потому что много в этих системах и плохого что есть. Но все-таки мне кажется, что многим людям нужно в церкви учиться этике, мы об этом говорим. Но я сегодня даже не об этом. Мне очень нравятся благородные люди, и я очень хочу быть благородным человеком, который одет в милосердие, в благость, на котором костюм смиренно мудрее, к родности. И я очень не люблю, когда вижу в себе, ну и в других не очень, так скажем, интересно, когда я вижу, знаете, гнев, злобой, злоречия, это вообще, да. Как хочется, чтобы такой человек побыстрее пошел, переоделся, переоделся. Вообще, слово благородство, мы говорили, друзья, вам не кажется, что я немножечко скучновато говорю? Если кажется, вы уж так подправляете меня, да, потому что молодежь она любит более, наверное, больше примеров. Будут у меня примеры, чуть-чуть похоже, это как интрига. А сейчас, друзья, вот о чем я хотел сказать. Благородство – это, конечно, термин, который относится к дворянским семьям, в устаревшем больше значения. Сегодня мы живем немножко в другую эпоху, но все-таки в этом году умерла, говорят, королева Англии, да. Вот этот человек, она хотела или не хотела, но она родилась в достаточно знатной семье, которые, в принципе, из поколения в поколение воспитывали своих детей, а потом дети, своих детей, вот в таком, как говорится, благородном направлении. Они должны отличаться от этого. Я назвал это таким словом благородством, хотя здесь можно другие найти слава. Братья и сестры. Но нам этого иногда не хватает. Нам этого иногда не хватает. Маленький пример. Вот знаете, есть один человек, который не сильно меня любит. Ну и мою семью. Но при этом, хотя я статусы за всю жизнь, наверное, только пять раз выставил в АТАПе, он с удовольствием рассматривает статусы, которые я выставляю. И которые выставляет моя жена. Она чуть побольше за всю свою жизнь. Хорошо это или плохо, не будем сейчас говорить. Я знаю, один служитель говорит, что по статусам определяет духовное состояние. Не знаю. И я не определяю и не являюсь потом экспертом. И вот однажды в нашей семье у одного из детей был день рождения. Нашему Данику было пять лет. И моя жена выставила статус. Даник. Рядом маленький тортик. И она пишет. Нашему Даничку, Даничке пять годиков. Человек, который не сильно меня вмещает и имеет определенные ко мне, я бы так сказал, антипатии. Он очень быстро сработал. И моей жене приходит такое сообщение. Собаку сфотографировал. И пишет. А нашему Бобику четыре года. Рядом, знаете, это со одной стороны смешно, конечно. С другой стороны не смешно. Я не знаю даже какие чувства должны быть по этому поводу. Но меня больше всего уделяют. Я же знаю этого человека. Я просто вам рассказываю. Он этого навряд не узнает. Что он сейчас вас не слушает. Если слушает, то я его приветствую. Друзья, я всегда удивляюсь. Таких ситуаций у меня множество. Я не буду сейчас рассказывать за не менее времени. Почему так происходит? Почему человеку приятно сделать вот кому-то неприятно? Ну сказать, что он сильно оскорбил, ну как бы и не скажешь. Ну в то же время сказать, что это очень благородный поступок. Ну совсем не благородный. Совсем. Ему нужно срочно в раздевалку вот туда переодеться. Не ми это с тебя. Что это такое? Ну если даже тебе что-то и не нравится. Ну почему ты так делаешь? Друзья, я думаю, что вот мы недавно на Благовестке об Италии. Ну я об этом же человеке. Когда это хороший человек. Мы столько ему внимания уделяем. И наверное я не благородно делаю, что рассказываю. Просто я знаю, что он вряд ли этого слышит. Ну как пример. Знаете, там такая красивая была местность. Я где-то фотографировался, где-то фотография пришла. И вот он мне присылает тоже. Я говорю, ну что там Европа? Как там, наелись уже или нет? Ну вот так. Ладно, это не хочу об этом много. Ну друзья, я думаю, что в нашей жизни очень много такого бывает. Я наверное приведусь в своей жизни. Так будет красиво более. Однажды я ехал. А я по темпераменту наверное сангвиник, с холериком. Не знаю. Однажды я ехал на автомобиле. Что-то у меня был гружен посудой. Не знаю, какая-то свадьба была в нашей церкви или еще что-то. Не знаю что. Но на легковом автомобиле, да еще и не на своем. Я сильно спешил. Почему я о темпераменте сказал? Потому что по темпераменту я очень целеустремленный. Если я что-то не хочу, то наверное не получится ничего. Если что-то я сильно хочу, я буду добиваться. И я спешил. Я пытался попасть на время определенное. И знаете, еду я по такой простой улочке в городе Сумы. И для него помеха справа. Выезжает из переулка человек. Машина называется Беспека Руху. И он выезжает и прямо мне в лоб. Вот так вот. Или сбоку в лоб. Не знаю как это объяснить. Мне пришлось нажать на тормоз очень резко. Благо, что реакция была достаточно быстрой. И я остановился так, что некоторые тарелки полетели сзади вперед. Вот так вот знаете. Ну не совсем приятная ситуация. И где-то у меня не хватило сдержанности определенной. Мне так не понравилось. Но если бы это была простая машина, ладно. Но это же Беспека Руху. И вот тут только что я чуть в аварию не попал. А Беспека Руху, вы понимаете, если кто-то не знает украинский язык, а ну в смысле безопасность движения, да. Это люди, которые выезжают там где-то по авариям каким-то. Решают какие-то вопросы в этом направлении. И я знаете взял и так вот хорошенечко, чтобы поблагодарить. Не знаю. Ну а я думаю, мало тебе. Что это такое? Я знаете, еще раз так хорошо. Я извиняюсь. Буквально на несколько секунд пропал твой голос. Что ты сделал, когда... Сейчас слышно? Цензура, цензура включилась. Я нажал на сигнал. Крепко. Я говорю, чтобы не до ушей дошло, а до сердца прямо так. Он включил аварийку. А мне это не понравилось все равно. Ну вот внутри что-то у меня такое чуть-чуть недовольство. И я еще раз нажал на сигнал. Ну так покрепче. И он останавливается. То есть остановился. Мне ехать дальше некуда. Мне тоже пришлось остановиться. И знаете, ну все-таки беспека руху. Человек в форме. Полицейского. Ну как бы не сильно приятно, что он остановился. Я же не знаю, что он там хочет. Ну я остановился, естественно. Ну я жду, что дальше будет. Я даже немножко пожалел на какую-то секунду. Может не стоило так сигналить? Ну как бы и не трусливый вроде бы. Ну все же, а вдруг сейчас завяжется какая-то ссора. А он подходит, я открываю окно. И он говорит, молодой человек. Ну простите меня, пожалуйста. Ну действительно я не прав. Ну конечно. Еще я на такой машине. И он стоит. Он искренне просит прощения. Он даже чуть постарше от меня. И знаете, я вначале подумал, что он такой нехороший, да. И так плохо поступил. Но мне так было стыдно. За вот, знаете, этот момент. Я думаю, а почему я его просто не простил? Ну авария не произошла. Ну и ладно, что там. Но он настолько просил прощения, что я выглядел на фоне таким каким-то достаточно недобрым человеком. Если так вот мягко сказать. И знаете, вот такие моменты, они в моей жизни бывали, и в вашей, наверное, жизни. И они в какой-то мере наталкивают нас вот на такую мысль. А как Писание вообще по отношению, какими мы должны быть в жизни нашей. Ну да, мы говорим святыми. Да, мы говорим вот такими. Но вот о духовном благородстве я хотел бы немножечко с вами сегодня порассуждать. Так, не знаю, если у вас принято задавать сразу вопросы, можно вопросы. Я дальше хотел бы немножечко сказать о некоторых у меня будут пункты, да, размышлений. Из священного Писания. Ну может, к примеру. Ну вообще, термин благородство, это же не библейский, да, термин. И он с этим качеством не рождается. Ты... Что? Я говорю, с этим качеством человек не рождается. Я сейчас тебя не слышу. Я говорю, с этим качеством не рождается человек не рождается. А вот я как раз хотел на две стороны обратить внимание. И одна из них, а насчет нашего рождения. Друзья, вот как раз меня это сильно заинтересовало. Ну понятно, люди дворянского происхождения. Кстати, еще один маленький пример. Однажды я поехал в Белоруссию по служению. Давно еще был неженатым по музыкально-хоровому служению. И, кстати, у меня не было точного адреса. Сложно было найти человека, но не об этом. Я подошел в дом молитвы, он был пустой. И я пошел по улице гулять там, где находился дом молитвы. В Белоруссии, в одном... И рассматриваю немножечко вправо-влево. Может кого-то встречу из церкви, да. Хотя я не знаю, живут там верующие рядом, не живут. Дом молитвы закрытый, это точно. И совсем несколько домов отошел. Смотрю большой дом, большие окна. И внутри кто-то поет христианскую песню. Я посмотрел, там точно сестра. Потому что по всему видно, что это сестра из нашего братства. Или из нашей церкви, да. Ну и тогда я постучал в калитку этого двора. Она вышла. Оказывается, да, она член этой церкви. Они пустили меня. И я у них даже переночевал. Прежде чем меня братья забрали по музыкальному служению. Самое интересное, что... Вот когда я познакомился с этой семьей, я их, конечно же, никогда не знал. И, кстати, после того я с ними тоже не встречался. У них еще были тогда дети, ну, небольшие, я бы сказал, подросткового возраста. Она познакомила, еще не было даже мужа дома, с мужем заочно. Он работает на хорошей работе, вот и все. И знаете, меня очень удивило, что это люди очень воспитанные. Я бы даже сказал, ну, вот как-то, знаете, легко находиться в этом доме. Хорошо, комфортно достаточно. Но в то же время нет вот такого, знаете, какого-то уровня, я бы такого сказал, несколько, может быть, мелковатого. Нет, вот темы все достаточно глубокие, интересные. И интересно поговорить. Вопросы, если они какие-то, то не такие, знаете, там, плоские, вообще как бы банальные. Нет, все вопросы, которые мы поднимали, общались, когда муж пришел, они очень такие интересные, я бы сказал. Содержательные. Меня это заинтересовало, ну, как спросить. Я немножечко спросил, а как вот вообще, как, может, расскажете немножко об обращении. И вот, когда они стали рассказать о своем обращении, оказывается, глава этой семьи, он сам дворянского происхождения. Вот мальчик пришел со школы, подросточек, да, я удивился, но манеры достаточно такие интересные. Ну, я вообще впервые такое в жизни тогда встречал, я не встречал таких людей. А оказывается, реально, это люди из бывшей аристократической семьи. Далекие годы, но в какой-то мере они это сохранили, при этом это не давит совершенно. Но это люди достаточно интересные, грамотные и не плоские такие, да, очень интересно с ними общаться. Ну, вот я запомнил на всю жизнь вот этот момент. Друзья, и у меня всегда вопрос. Духовное все-таки благородство, оно зависит от того, в какой семье мы родились, где мы обратились к Господу? Думаю, что да, думаю, что да. Но мы же говорим сегодня не просто о благородстве. Понятно, что если люди обратились где-то на севере, необразованные, быть может. Ну, я имею в виду на севере, там, где живут народности, которые, ну, как бы скажем, оленей пасут и так дальше. Я их ни в коем случае не унижаю. Вы простите, конечно, меня, если, может быть, это так звучит и вам так показалось. Но в то же время, или, может быть, в каких-то американских джунглях, где нет таких возможностей, как в Европе и прочее, учиться, то, конечно, они будут отличаться от нас. Их не научишь русскому вокалу, и не надо это делать. Они, может быть, будут одеваться не так, как одеваются европейцы или какие-то другие народы. Не об этом сейчас. Но в духовной жизни, духовное благородство – это только то, что мы должны приобретать с годами? Или все-таки наше происхождение на это влияет? Друзья, если говорить об обычном благородстве, наверное, это немножко другой вопрос. А если говорить о духовном, то я уверен, что все-таки все рождает от того, насколько мы видим себя и какими мы видим себя в нашем происхождении духовном. Итак, несколько текстов священного писания. Вот мы читаем один текст такой, особенно много их в первом послании Иоанна, но другие тексты, я процитирую некоторые наизусть. «Как рожденное не от тленного семени, но от нетленного». Наверное, вы помните такое. «От Слова Божия, пребывающего в вас». Или «Рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит тебя, и лукавый не прикасается к нему». Это 1 Иоанна. Друзья, здесь говорится о духовном рождении. И я все-таки нахожу, что все те, которые родились в Божьей семью, они получают духовное рождение от Духа Святого, от Бога. И это в любом случае должно влиять на их внутреннюю жизнь и, конечно же, на их отношения с людьми и с Богом, безусловно. И в какой-то мере отсюда нужно все-таки искать точку отправную. То есть я не знаю, согласны ли вы со мной или нет, но многие братья, которые трудились на Севере, они говорили, чумы преображаются, где было грязно и плохо. Где были грубые слова и, быть может, не было совсем ласково, они появляются, когда происходит духовное рождение. Поэтому, хотя я об этом чуть меньше буду говорить, но все-таки моя мысль, можете возразить сейчас, я все-таки понимаю, что когда мы говорим о духовном благородстве, когда вообще наша молодежь, мы старшие, когда мы хотим какие-то моменты воспитать в себе, мы всегда все равно должны помнить о том, что Христос показал вот этот образец этики, образец высокого нрава. И не только потому, что он не сделал греха и не было лжи в устах его, как мы читаем, но когда он ходил по этой земле, друзья, я удивляюсь и всегда восхищаюсь такими удивительными историями, как он обращался с людьми. Нет, иногда он поступал так, как нам кажется, ну как бы и не совсем, но у него были тогда свои на это причины, цели определенные, которые он достигал. Но, друзья, он настолько красиво себя вел, Иисус Христос, что это меня всегда просто обескураживает, это показывает, насколько Христос был благороден. И он, кстати, этим где-то изумлял людей. Не Плотников ли это сын? Писание знал. И даже в 12-летнем возрасте он умел слушать и спрашивать, он не учил, он стоял перед учителями, он заинтересовал их, как человек, который умел задавать вопросы, но при всем этом он отличался великим благородством, большим благородством. Друзья, как он защищал учеников, когда где-то фарисеи к ним не очень хорошо относились, задавали провокационные вопросы и другие вещи. Ну, один маленький пример, вот смотрите. Петр, подошли к нему собиратели Дидрахмы, говорят, учитель, ваш не дашь ли Дидрахму на храм? Помните, да, перед этой историей? Петр же такой, ну как всегда, он же горячий, он говорит, да, да. Даст. Ну, знаете, я всегда размышляю по этой теме, но вот если бы, ну, Петр это был мой ученик, ой, ну и простите, что я так, может быть, высоко о себе думаю, нет, ну, пример просто. И вот он бы сказал, да, я бы ему сказал, Петр, а сыны с кого, с каких сынов собирают подать и то? С посторонних или со своих? Царские сыны платят ли подать и? Ну, он сказал, ну, нет, конечно же, не со своих они собирают. Я бы сказал, ну, а мы, сыны, свободные. Поэтому, Петр, давай, думай, как теперь найти эти деньги, ищи. Если бы он немножко повозмущался, я бы сказал, не нужно спешить. Ну, по крайней мере, немножечко сказать ему, Петр, так же нельзя спешить. Ты что? Учитель. Ты ученик. Кстати, у евреев тогда были особые правила по поводу ученика и учителя. Друзья, и вот знаете, а Христос говорит, ну, чтобы не соблазнять, он объяснил, очень интересно, задавая вопросы. Это мне так всегда нравится. А потом говорит, иди на море, брось уду, достань. Он не научил, и в это же время так интересно. Я бы сказал, очень даже, как это слово, которое молодежь сейчас использует. Вот что-то оно у меня вылетело сейчас из головы. Когда что-то вот делается особо тогда, с такими, может быть, новшествами каким-то. Ну, вот так вот Христос поступил. Или ученики спорят между собой, кто больше. А Христос говорит, о чем, выйдя дорогой, рассуждали. Вы знаете, насколько креативно, правильно, спасибо за подкаст. Я бы даже так сказал. Но это и благородно, друзья, очень. И поэтому я понимаю, что Христос показал пример высокого благородства. И только возрождаясь в Божьей семье, мы можем быть носителем этих генов, этого гена духовного, благородного. Просто мы иногда этим не пользуемся. Иногда мы живем по этому плоским обычаям и одеваемся из этого гардероба. Ярость, злоба, злоречи, какой-то гнев, а нужно по-другому. Нас Христос призвал к другой совсем жизни. Ну, вот так вот я размышляю, друзья. Не знаю, согласны вы. Хорошо. То есть, а вторая мысль, на которую я хотел обратить внимание, то, что Христос нас действительно возродил в своей семье, и мы стали причастниками Божеского естества. И то, что у нас теперь есть эти духовные гены. И мы, кстати, о генах немножко, друзья. Знаете, да, вы, наверное, что мы являемся носителями гена наших родителей. И это очень интересно. Когда дети начинают подрастать в нашей семье, я начинаю размышлять. И я иногда, знаете, когда хочется порвать кого-то из детей, я вдруг отчетливо вижу свои проблемы детства или молодости. И я чуть останавливаюсь. Знаете, а еще говорят психологи, что очень часто родителям не нравятся свои дети именно то, что отрицательное было у них и достаточно ярко теперь видно в их детях. Поняли, да? То есть это тоже, как бы, такой момент. И, в общем-то, это очень... Это очень... А знаете, что я сейчас приостановился? Дело в том, что я услышал, что за стенкой меня слушают. У нас в гостях есть молодежь, наши родственники, Ангелины и сестры, и они, похоже, тоже меня уклютят. Виталий, опять пропал слух. Один брат рассказывал так, что, говорит, учительница вызвала в школу, и он пошел. Может быть, кто-то и слышал этот пример. И сильно кричала по поводу того, что сын пишет диктант. Ну, я на по-русскому языку, я не помню, кто это рассказывал, или по-украински, но смотря откуда. И, вы знаете, в диктанте же, ну, там, естественно, все знаки пунктуации, все нужно же правильно написать, знать правила какие-то. А он пишет диктант и слова сокращает. Ну, представьте себе, для диктанта это же ужасно, да? Ну, естественно, учитель языка, он, конечно, не порадуется этому. И она откричит, да что он делает, да почему он так поступает? А знаете, а отец, слушая ее, ушел в себя почему-то. А знаете, почему он ушел в себя? И он, у него вопросы в голове, он не может понять, а что же такое? Почему? Я же никогда своим детям не рассказывал, что на меня учителя в детстве кричали за то, что я диктант написал и всегда сокращал. И ставил точку, одно слово сократил, второе. И на меня всегда кричали учителя. И прошло время, и теперь мои дети тоже пишут и сокращают. И при всем этом, они никогда об этом не знали, что у меня было так где-то. Ну, это гены. И знаете, друзья, ну, Бог нас возродил от слова Божьего к новой жизни, мы родились свыше. Друзья, и это очень серьезно. Если Христос прошел этим путем, то кроме того, что мы должны стараться об этом, мы чуть больше поговорим сейчас дальше. Кстати, по времени у меня нормально, я влаживаюсь, Максим. Да, хорошо. Ну, Виталий, вот этот вопрос задали один, и у меня немножко вопрос. Да. Возник можно? Вот по ходу темы. Да, конечно. Оно начинается благородство с рождения свыше, как бы, а среди неверующих людей, мирских, которые с христианством ничего не связано, есть люди благородные? Или это все просто, они много на себя берут, как бы, и благородных нет, только христиане настоящие благородные? Да, вопрос очень замечательный, вопрос очень хороший. Второй вопрос, высоконравственность, что это такое. Это второй вопрос. Да. Друзья, знаете, почему я делаю различия? Среди мирских людей есть люди благородные, у которых стоило бы нам поучиться. Однозначно, очень высоконравственные. Встречал некоторых из них, наверное, кто-то больше даже встречал. Но, видите ли, хотя сегодня тему назвали благородство, это я неправильно чуть подал, у меня духовное благородство. И поэтому я ее связываю с людьми верующими, да. И вот это слово духовное меняет, почему я взял вот этот первый пункт, что все-таки мы должны, как верующие люди, я говорю о духовном благородстве, помнить наше происхождение духовное. Не происхождение, в каком селе я родился или в каком городе, семья моей знатного рода происходит или нет. Да, Максим, согласен сто процентов, и кто еще у кого такой вопрос возник, есть благородные люди. Нам у них тоже стоит чему-то поучиться. Но когда мы говорим о духовном благородстве, конечно, мы имеем в виду, ну, вот. Еще есть вопросы, да? Ну, вопрос вот этот по поводу высокой нравственности. Потому что, как пишет один толкователь, толковые слова Рыжегова, благородство – это высокая нравственность, самоотверженность и честность. Вот высокая нравственность, что это означает? Высокая нравственность или высокая мораль – это слова, как я сказал вначале, синонимические. Смотрите, мораль – это, по-моему, французское слово, да? Нрав – сейчас не могу сказать. И греческое «этос» или «этика» от этого слова пошло, да, «этика». Это совокупность, я бы сказал, таких важных моментов в жизни, как честность, да, это можно сказать. Великодушие в данном случае это очень важно. Ну и другие. Наверное, мы не очень тщательный разбор сделали всего этого. Но у меня в дальнейшем чуть будет еще об этом, да, и, наверное, больше практически будет. Поэтому здесь нужно иметь в виду, что вот, как написано, «любовь есть совокупность, совершенство», и одним словом не скажешь, что нравственность, конечно же, нравственность – это в вопросе целомудрее, тоже можно долго рассуждать. Это и в вопросе просто отношений друг к другу, к некоторым моментам этическим, даже которые самые простые банальные вещи подразумевают, ну, вот такие, как поздороваться вовремя, да, там, пожелать спокойной ночи или еще что-то. Это очень важно. Но, в общем-то, как бы это совокупность все равно пониманий. И, наверное, мы в течение беседы какие-то моменты затронем, но, наверное, не все в полноте. Вот так, так сказать. Хорошо, тогда можно дальше, да. Друзья, вообще, как бы, я больше и больше изучая Священное Писание, прихожу к выводу, что очень интересно многие послания построены. Да и вообще, то, о чем мы говорим, имеет определенную схему. Какую? Это то, что нам вменено, независимо от нашего, может быть, обычного происхождения, может быть, мы очень простые люди, как апостол Павел пишет, посмотрите, кто вы призваны. Немного из вас, помните, как и написано, благородных. Ну, там и другие есть качества. И это правда. Знаете, даже один фотограф, он фотографию сделает, братья и сестер, и пишет в конце, ну, если он дарил эти фотографии. И пишет на другой стороне фотографии, посмотрите, кто вы призваны, да. Ну, и там, наверное, немного благородных тоже имеется в виду. Но Писание, оно интересно, посмотрите, почти любое послание. Оно вначале говорит, что нам Бог подарил в Иисусе Христе, кем Он нас сделал. Это то, что от нас независимо. Нас грешниками Он сделал святыми, верными и так дальше. А остальные главы, ну, как послание к римлянам, очень много таких богословских глав. А потом в 12 главе начинается практическая жизнь, что мы должны делать, и как приходить в соответствии с тем, что Бог нам вменил. Колоссянам то же самое послание. Вот я уже из практической главы прочитал, да. Но там есть еще такая первая, вторая глава. Ифессианам другие послания. То есть Бог нам вменил статус. Смотрите, какую любовь дал нам отец. Третья глава 1 Иоанна. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Так вот, друзья, Бог нам вменил. Мы можем называться детьми Божьими. Мы родились в Божьей семье. У нас очень благородное начало. Мы об этом мало говорим. Это то, о чем я говорил немножко выше. А теперь, друзья, приходить в соответствии с тем статусом, который нам подарен. Так, то есть вопрос пришел. Ну, наверное, я его сейчас чуть пропущу. И дальше вот немножко скажу. Друзья, у меня есть... Конечно же, должно исходить и из нашего старания, и формирование себя как духовной благородной личности. Это тоже должно быть обязательно. Это как раз то, о чем Максим немножечко раньше сказал. И у других, наверное, тоже возник такой вопрос. Друзья, вот Галатам в четвертой главе, в первом стихе написано, что если раба воспитывать в неге, то он захочет впоследствии стать сыном. Да, может быть, даже открою этот текст. Ну, он подчинен попечителями, домоправителям до срока отцом назначенного. То есть апостол Павел открывал немножечко, приоткрывал ту жизнь, которую мы не знаем. Это жизнь господ и рабов. Это людей, которые считали себя благородными, да, которые росли в обеспеченных семьях, где были воспитатели, где-то водители, о которых Галатам говорится. И люди простые, которые рождались в очень простых семьях и работали где-то за тарелку какого-то супа восточного. Конечно, это разные немножко люди. И вот, знаете, здесь говорится о том, что... Ну, какая основная моя мысль? Она, конечно, попутная и совсем не к посланию Галатам. Что людей, родившихся в благородных семьях, воспитывали много и долго. Вы знаете, наверное, из истории, если читали книги, что людей, рождавшихся в царских семьях, в королевских каких-то там дворцах, их воспитывали много. На это было затрачено множество средств. То есть для этого родители нанимали специальных людей, их обучали там языкам, культуре, манерам, определенным традициям, ну и прочим, и прочим. О чем я хочу сказать? Что, друзья, быть духовно благородными людьми, это же, конечно же, очень большой титанический труд. Если кто-то думает, что достаточно просто, ну, как бы скажем, вот жить как живется, кушать, спать, на работу ходить или на учебу, и я буду изменяться, нет, друзья, здесь нужно много-много трудиться. И у меня, наверное, есть такие три мысли. Как же все-таки формировать себя в правильном направлении? Как же все-таки достигать духовного благородства в своей жизни практически? Итак, первое – это личностное подражание. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это на информационное пространство, в котором мы живем. И, наверное, очень близко к этому, но это не одно и то же. Это окружающее нас общество. Но можно больше говорить. Я вот сейчас на этих остановился моментах, насколько я размышляю над этой темой. Итак, Писание нам предлагает интересную модель, как формировать свое мировоззрение, как формировать себя. И оно предлагает нам в таком направлении, как личностное подражание. Вы помните этот текст? Апостол Павел говорит «Подражайте мне, как я Христу». Или «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Мы читаем в другом послании. Это пятая глава, по-моему, Ефесянам, первый стих. Друзья, это говорит о том, что эта модель, она немножко отличается от мирской. Вот попытайтесь понять, что я имею в виду. Вы очень понятливы. Я имею в виду просто, чтобы я понятно выразился, и вы меня уразумели. Смотрите, друзья, я понимаю, что и в мире у некоторых людей есть личности, которым они стараются подражать. Это могут быть какие-то звезды голливудские, я не знаю. Им подражают в одежде и прочем. Но очень часто, очень часто люди, они просто подражают какой-то системе. Это часто, и очень часто это сейчас молодежи встречаются. Когда просто вот есть определенный какой-то уровень жизни. Я бы сказал, это не просто в материальном плане, вообще во всех отношениях. И люди как бы вот всем подражают, всему, но конкретно, и не поймешь кому. И тогда, когда вот такой есть момент, тогда не все будет хорошо у вас получаться. И поэтому Писание говорит, что нам нужно четко понимать, кому мы подражаем. И, конечно, оно предлагает нам Писание Христа. Апостол Павел говорит, я ему подражаю, а вы подражайте мне, как я ему подражаю. Это очень важно. И это отличается коренным образом от, знаете, многих моментов, которые встречаются в этом мире, в котором подражают люди. Не знаю, получилось ли у меня сформировать правильно эту мысль. Но стилевое вот такое подражание, какое-то общее, ну все так делают, оно здесь не подходит. Если мы хотим духовно быть благородными людьми, то мы должны четко понимать, во-первых, Христос, как Он поступал. Я аккуратненько на этой мысли, на этой важной мысли. И, во-вторых, это те люди, которые подражают Христу. Вот в Писании такая схема нам предлагается. Вы скажете, очень понятно, и мы же об этом всегда слышали, да. Но вот в Писании так предлагается. Мы должны четко понимать, кому мы подражаем. И это, во-первых, Христос, и тем, которые подражают Христу. Потому что есть много неплохих людей, и можно где-то у них чему-то учиться. Но если говорить о духовном благородстве, это очень важно. Друзья, поэтому много есть таких историй, помните, как... Пришли благовестники или миссионеры в какую-то деревню, рассказывают об Иисусе Христе, а им говорят, а у нас Христос живет на той горе. Ну, вы же помните, да, это уже такой пример, который много раз звучал даже в нашем детстве. А как ты там? Да не может, Христос же жил две тысячи лет назад. Нет, он живет на нашей горе. То есть человек, подражая Христу, он показал очень много сторон, которые показал Иисус Христос в своей жизни. Это личностное подражание. В Писании вот такую модель предлагает. Это одно из того, что поможет нам правильно формироваться. Правильно формироваться. Вот Христос хоть кого-то изгнал, кто просил его о помощи. Не помог ли кому-то? Нет, таких не было. Так делал Христос. Мы ему должны подражать. Мы должны больше изучать его жизнь. Ну, должны, друзья. Вы к моим словам относитесь правильно. Может быть, как-то я не умею говорить так, что вам больше бы нравилось. Ну, как уже получается. Еще, друзья. Я считаю, что очень важно обращать внимание, в каком информационном поле мы живем. Какая информация доминирует в нашей жизни. От этого очень много будет зависеть, как мы сформируем свое мировоззрение, свою жизнь. Это очень важно. Мне кажется, Геббельс говорил, что если какую-то неправду повторять тысячу раз, то в нее поверит каждый. Я не совсем дословно сказал, но мне так кажется. Я даже, друзья, думаю, что, знаете, сейчас происходят известные события в Украине. Я не хочу, конечно, сейчас затравить тех вопросов, которые, наверное, вызовут больше вопросов, чем ответов. Но мне же приходится общаться с разными людьми. И я удивляюсь, насколько средства массовой информации, они работают иногда. Ну, ты говоришь, да я же свидетель. Да я же точно знаю, вот так было. Нет, так не было. Почему? Ну, люди живут в определенном информационном поле. И, друзья, я думаю, что будет очень много зависеть наше воспитание, наше формирование духовного благородства. Будет зависеть от того, какие мы книги, конечно, читаем. Какую информацию мы слушаем. Ну, мы сказали, что это, во-первых, Христос, это слово, да, это понятно. Но даже книги какие читаем. Вот, друзья, от этого будет зависеть, и кем мы будем. Ну, вот я рассказывал о той семье, да, где я был. Ну, глубокие достаточно вопросы, интересно очень. Но это же надо себя немножко воспитывать в этом направлении, да. Надо воспитывать. Если я привык всегда читать какие-то книги, то книги уже немало кто читает, да, то есть немного кто читает. Но если я привык книги читать такие, больше сказочного, знаете, такого направления, там всякие вот такие плоские вещи, наверное, так и будет. Вот я так буду формироваться, и у меня будут плоские шутки, плоские разговоры и прочее, прочее. А если я, ну, смотрю какие-то ролики, да, там, слушаю какую-то информацию, и мне, знаете, очень интересно, ну, вот что-то такое. Ну, давайте я не буду сейчас приводить пример, вы, наверное, сразу же представили, что это может быть. Наверное, так вот и по жизни я буду жить. Поэтому очень важно, друзья, вот, кстати, я здесь хочу сказать, что нужно читать серьезные книги, нужно стараться. Вот сейчас пришла мысть, мы есть то, что мы едим. Конечно же, конечно же, можно вырасти таким вот, ну, мы сейчас облагородствуем, благородным дистрофиком таким, ну, в смысле, в кавычках, да, ну, такой слабый в вопросе благородства. Кстати, некоторые примеры, друзья. Кто-то любит очень острые шутки. Вы знаете, я знаю одну семью, которые в очень остром таком живут, в очень остром, они любят всегда очень острые шутки. И они друг друга еще воспитывают. Ну, да, гены на своем месте. Вот у них бывает, ну, настолько, настолько острые, что вот просто удивляешься. И немало людей, которые огорчаются. Почему? Потому что я знаю, вот такая атмосфера постоянно. Они такое любят. Они даже в Ютубе находят вот именно такие ролики, где там так вот крепенько, да. Здесь вопрос такой, а что означают острые шутки? О, видите ли, слово острые — это относительные. Наверное, те, которые больно кожут, да? Привел бы один пример, который очень бы хорошо объяснил, что я имею в виду. Но я подумал, что это будет неблагородно. Знаете почему? Потому что в этом примере определенную часть людей она цепляет с определенными внешними признаками. И я боюсь, что среди нас есть такие люди. И я сегодня, говоря о духовном благородстве, поступлю весьма неблагородно. Друзья, вот так вот, наверное, ограничиться. Говори, сегодня можно. Сегодня можно. И ну правда, мы здесь хотим меняться, а зачем кого-то еще, ну, как-то предохранять? Ведь это послужит кому-то так на свидание. Ну, друзья, знаете, я тогда приведу этот пример. Но я думаю, что я близко тоже к такому человеку, поэтому, наверное, не страшно. Но давайте даже чуть другой пример расскажу. Но тоже не хочу быть неблагородным. Я был однажды в одном месте, в одном городе. И мы там были в гостях, пили чай, и было у нас несколько братьев. Было несколько братьев. И мы разговаривали об одном общем человеке, который женился, об одном общем знакомом. Вот неправильно, что теперь разовался. Который женился. И вот один из братьев говорит, слушай. Он сказал одну шутку, я сейчас не смогу изобразить точно. Но он говорит, ну, нашел себе рыженькую, ну, просто красно-огненную рыженькую, да. И он говорит, ну, просто. Ну, он еще одно крепкое слово сказал, вот мне даже не хочется его повторять. И знаете, он как развил эту тему, и пару шуточек таких и привел. Хотя это достаточно серьезный человек, я даже уважаю его очень сильно. А сидит мой один друг, который старше от меня, лет на 15, наверное. Очень уважаемый мною человек. И знаете, и он сидит, и он просто готов под стол провалиться, когда слышит эти шутки о рыженьких людях, да. А знаете почему? А я знаю, этот же не знает. А у него, он тоже в свое время заделся, и у него жена вот такого цвета волосы, да. И так вот интересно было, у них много было деток, и они все были вот цвета волосы жены. А этот изощряется, и мне так неудобно, и я пытаюсь как-то перебить это все. Я говорю, давайте перейдем, может быть, в гостиную, что мы тут сидим, в чай попили, и все. А он все равно, и вот так вот, и вот он рассказывает какие-то там истории, неканонические притчи на эту тему. И он не понимает, что он глубоко ранит человека. И знаете, для меня это был, я даже пару раз этот пример приводил, для меня это был урок вот такого неблагородства, думаю, как нужно быть аккуратным. И поэтому даже когда я вам рассказал этот пример, я сейчас его максимально нивелировал, потому что так некрасиво. Бог дает нам цвет глаз, зеленые они там, или я знаю какие. Я, кстати, лет 15-16 только узнал, какой у меня цвет глаз, что-то я не знал. Но я как-то не сильно интересовался этой темой. Бог нам дал. Какие-то внешние данные мы получили, конечно, безусловно, от родителей, но в то же время Бог создал нас, Он соткал нас. И поэтому здесь нужно быть очень аккуратными в этом вопросе. Но мы об информации вообще говорили. Но я о чем? Что этот человек, который так шутил, он жил в такой семье, воспитывался в такой семье, где остро всегда шутили. Это всегда цепляло людей. И он сам так привык, и он где-то на это не обращал внимания. При том, что у него очень много хороших качеств. Как бы так. Друзья, ну еще, конечно же, это описание говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Все-таки, друзья, вот такой практический пример, что старайтесь с разными людьми общаться, но всегда ищите тех людей, у которых вы могли бы глубокие мысли подчеркнуть, научиться где-то опыту жизненному. И иногда это бывает очень хорошо, общаться даже с пожилыми людьми. Некоторые из них, если мы будем очень внимательны, если мы будем благородными, они некоторым вещам нас научат. Я вспоминаю в своей жизни некоторых пожилых людей, с которыми я общался. Они оставили в моей жизни неизгладимый след в некоторых вопросах жизненных. Они рассказывали мне некоторые истории из военных лет, быть может, из каких-то трудностей жизни. Не всегда это было красиво рассказано. Но сам смысл, я много примеров для проповеди взял, да. Это было очень интересно, послушать просто пожилых людей. Ну вот, самый простой пример, который я вспомнил. Была одна бабушка у нас в сумах, она уже отошла в вечность. Я вот в нее немножечко ей помогал когда-то по молодости. И вот она говорит, слушай, мой сын живет там в другой стране. И он здесь еще получил водительское удостоверение, переехал туда, и там тоже получил водительское удостоверение. И там в этой стране такие законы, что проходит определенное количество лет. И хороший водитель. Ну это такой простой пример, я просто вспомнил, да? Это бабушка рассказала мне? Я, кстати, пропадаю. Что? Ты иногда вот раз и пропадаешь, у тебя что-то плохо со связью. И ты как раз на самом интересном месте не закончил пример. Вот плохо с законом ты сказал, и дальше не продолжим. Сейчас тоже тебя не слышно. Что такое? О, похоже. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Конец того примера, пожалуйста. Да, но мне тебя тоже плохо слышно. Может быть, телефон нужно мне поменять. Вот она говорит, позвали сына моего. Вы слышали, да? У него было водительское удостоверение. Несколько десятков лет он ничего не нарушал. И вручили ему грамоту. И говорит, слушайте, вы очень аккуратный водитель. У вас нет ни одного нарушения. А он такой, знаете, ну как бы услышал эту приятную ноту и говорит, да, вы знаете, я очень аккуратный водитель, да, спасибо большое. Стараюсь примером быть для других. На самом деле он кроме в автошколе никогда не ездил за рулем, да. И для меня это был очень интересный пример для проповеди. В одной из бесед он просто был кстати. Как иногда, знаете, люди, ну даже в мире так говорят, ничего не делаешь и не ошибаешься, да. А те, которые делают, ошибаются и нарушают. Поэтому пожилые люди – это та категория, которую может молодежь научить. Только нужно подходить, конечно, не с высока, а, знаете, с правильной такой позиции. И очень много интересных вещей. Есть люди грамотные, знаете, достаточно, которые много изучали. Они иногда кажутся скучноватыми. Вы замечали таких людей, да? Есть люди очень грамотные. Там математики, такие формулы могут решать. А так по жизни с ними не очень интересно общаться. Они такие, вот, думают о чём-то. Но иногда с ними тоже интересно пообщаться. Не, ну, может быть, с некоторыми и не стоит. Но всё-таки, всё-таки мы чему-то учимся. Конечно, с людьми тоже духовными старайтесь общаться. Со старшими, с разным возрастом. Это тоже очень хорошо влияет на наше духовное формирование. Учитесь, друзья. На ошибках других тоже учитесь. Ну, вот, как бы, такие, наверное, размышления. Хотя у меня больше есть моментов. Может, вопросы сейчас ещё есть. Меня слышно? Я что-то запереживал. Да, слышно. Друзья, есть вопросы? Можете спросить, сказать, написать. Может быть, вопросы готовьте. Я сейчас ещё немножечко, как бы, хочу, чтобы не утруждать вас сильно. Я немного хотел закруглить, как бы, эту тему. Итак, друзья, вот мы прочитали из послания к Колоссянам, что апостол Павел говорит, облекитесь. Смиренно мудрые. Это, кстати, очень интересно об этом порассуждать отдельно. Кротость, прочее, прочее, прочее. И мы сказали, где очень сегодня сильно развивается пропадательность, да? Ну, уже опять появилось, но местами, да. Да, я уже стараюсь спокойно сидеть, всё. Не знаю, что лицо твоё, это наполовину. Спасибо. Да. В этом мире, где очень сильно сегодня развит эгоизм, когда моё Я стоит в центре всего. Вообще, друзья, я размышляю и в этом глубоко уверен, что когда наше Я стоит в центре всего, и Бог в стороне, и люди в стороне, это самая большая проблема. Это корень всех проблем и всех метастазов, которые могут быть в духовной жизни. Вот, знаете, это очень важно, но я на эту тему не сильно много сейчас хотел бы говорить. Вот, когда мы хотим прийти всё-таки к тому подаренному нам статусу, который имеем в Иисусе Христе, мы должны очень внимательно обращать внимание на то, как мы относимся к себе, чтобы не развивать, знаете, какие-то эгоистические такие вещи, а всё-таки смотреть для пользы других. Кстати, по Германии один пример. Друзья, чему можно научиться в Германии, и я очень с удовольствием восхищаюсь этим. Ну, во-первых, здесь очень охотно уступают в магазине, если ты, допустим, немножко покупаешь, и кто-то покупает много, они тебя пропускают и всегда это делают с улыбкой. Это меня вообще впечатляет. И это благородно. Я думаю, христиане должны в этом моменте даже больше стараться. На дорогах очень часто уступают. Очень часто уступают. Когда вот я работал, ну, как бы тоже мы познакомились немножко с этой жизнью, временно находясь здесь, предложить кофе, предложить чай – это дело практически каждого второго. И я всегда удивляюсь и думаю, да. Нам, даже христианам, нужно где-то доработать. Нам нужно где-то доработать в этом вопросе. И, конечно же, учиться правильному отношению к людям, потому что Христос так говорит. К ротости, смирению учиться, ну и прочее. Друзья, поэтому я вам желаю благословений всем в личной жизни, во всех ваших начинаниях, во всех поставленных целях. И, друзья, очень бы хотелось, чтобы мы учились вот этому благородству, потому что мы благородны в Иисусе Христе. Мы рождены от Него, мы дети Божьи, называемся так. И действительно, я много встречал молодых людей, которые умеют вселить надежду, умеют, знаете, улыбнуться, когда нужно, сказать добрые слова. Слава Богу, нам этому нужно учиться, потому что нас этому учит Христос. Ну вот так, наверное. Виталий, благодарим. Ну, меня, знаешь, ещё есть три. Я когда вот эту тему увидел, что начал в интернете искать, и нашёл три интересных высказывания, я их высвечу сейчас на экран. И мне интересно, как ты прокомментируешь. И всё-таки ещё перед этим хотел уточнить, что делать, если человек понял, что ему надо в этом, если обобщить всю твою тему, вот как мне развиться в благородстве, как быть лучше. Хотя, знаю, есть такая пословица, если не знаешь, как поступить, поступи благородно. То есть, с одной стороны, да, но как сделать лучше, ну, чтобы быть больше благородным? Могу ли я как-то, ну, какие-то есть рецепты? Нужно быть настоящим христианином, ходить в страхе Божьем, да, и тогда ты будешь всегда благородным. И всё. Я думаю, что не совсем всё услышал, потому что, наверное, у меня действительно связь плохая, но я думаю, друзья, вот смотрите, Максим задал неправильный очень вопрос. Ненаученный. О, вот только появилась связь. А, извините. Сейчас слышно? Да-да-да. Я встречал много богобоязненных христиан, которые не всегда благородно поступали, ну, в силу разных моментов, друзья. Даже в каком городе вы родились и выросли, от этого тоже многое зависит, да? Ну, это надо признать. Это надо признать. Поэтому я думаю, что учиться этому надо всегда и всем. Всегда и всем. Наверное, я не до конца понял вопрос, Максим, его, потому что чуть-чуть прерывалось. Но я думаю, что, несмотря на то, что я обратил внимание на то, что корень нашего благородства в Иисусе Христе, мы рождены от Духа Святого, но в то же время этому надо учиться. И даже очень-очень, я бы сказал, братьям и сёстрам, которые уже известны, нам надо этому учиться. Я себя ловлю на мысли, что у нас много в этом вопросе есть. Недочётов. Да, благодарю. То есть мы постоянно в школе, в школе постоянно нам надо учиться благородством. Виталий, сейчас я высвечу три высказывания, потом у нас ещё будут вопросы, там некоторые уже писали. Сейчас, вот. Ага, сейчас ещё раз спущу человека. Согласен, не согласен и может маленький комментарий. Это Конфуций говорит, благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим. Ну, сам Конфуций мне не сильно нравится, да, допустим, но сама мысль неплохая, мне кажется. Конечно же, благородный человек, он думает, как ему поступить благородно. А если человек эгоистичен, он ждёт, чтобы к нему хорошо относились, благородно, этично всегда, а сам позволяет себе делать, как вот ему. Вот ещё его фраза. Благородный человек знает только толк, низкий человек знает только выгоды. Тоже что-то есть в этом, да? Ну, неплохо тоже. Я думаю, что это примерно о том же. И действительно, знаете, вот человек, который всем должен, как апостол Павел говорит, я должен, апостол Павел говорит, и еленам, и варварам, я готов и вам благовестовать. Это человек, который много принёс благословения. А человек, который только думает о своём эге, ну да, здесь мало что. И последняя фраза, может, тут плохо слова читаются, но она такая немножко не смешная, и в то же время тоже есть какая-то доля истины. Нам до собак ещё расти, чтобы вровень встать с их благородством, а им вовек не доползти до человеческого скотства. Ну, может быть, это грубовато, но в целом, есть ли в собаках какой-то благородство, а вообще в животных? Вот такой у меня вопрос. Ну, в общем-то, тоже интересно. Смотрите, действительно, иногда кто-то говорит, ну, поступил как-то по животному, или как животное, или как зверь. Но, наверное, зверям всё-таки иногда ниже оценку делают, чем на самом деле она есть. Потому что, хотя звери иногда поступают не очень хорошо, как нам кажется, сохраняя себя от людей, которые и так много им сделали неприятности, мягко сказано, у них можно многому научиться. И в этом вопросе где-то я согласен. Пример не можешь привести какой-то благородный поступок к животным? Мне привести? Да, есть какой-то. Может, и друзей. Ну, да, Виталий. Мне сложно, потому что я не всегда был благороден к животным, но вот именно к котам. Что-то я их так вот люблю на расстоянии, но они иногда хорошо со мной поступали. Это правда. У меня, допустим, когда я ещё у родителей жил, у нас были кошки там или коты, не знаю, и они, ну, у моего брата там могли на постель, там вот так, под одеялом там лежать, отдыхать, а у меня они это боялись делать, потому что я этого не воспринимал никак. Ну, и всё равно они, хотя ко мне никогда на мою кровать они не сбирались, ну, потому что я их чуть воспитывал, но, как бы сказать, жемчистяство виляли хвостом и даже удивительно хорошо ко мне относились. Но это ладно, это даже больше шутка такая. Знаете, друзья, у меня примеры вспомнил о благородстве, мне он сильно нравится, может быть, я его не смогу до конца воспроизвести, потому что поздно вспомнил. Но, наверное, вы помните этот пример, когда однажды встретились два человека на улице, и это учитель был и ученик, и они вспомнили одну школьную историю, когда кто-то что-то украл, и учитель заставил всех встать в ряд, и обыскивал их, ну, и нашел ту вещь, которую украли у кого-то, может, это были часы, и у кого-то из мальчиков или девочек, и отдал этому человек. И он это сделал так, что никто из класса, он заставил их закрыть глаза, не знал, у кого он забрал это, да, и отдал. Вы помните, может быть, эту историю? Я думаю, что полностью. И вот самое интересное, что когда они встретились, ученики и учитель, я снова же не полностью, но мне это сильно историю нравится, вот как бы я ее помню, несколько раз где-то слышал, учитель говорит, но когда я искал эти часы, я сам закрыл глаза, чтобы не видеть, у кого все-таки эти были часы. Ну, к примеру, часы, я вот не помню, условно говоря, и он отдал владельцу, но в то же время никто об этом не знал, кто это сделал, и он сам даже не хотел этого знать, он хотел просто возвратить эту вещь, и это был большой урок, и этот ученик стал потом тоже, по-моему, учитель. Вот знаете, это меня сильно впечатляет, сильно впечатляет, я думаю, это очень благородно. Кстати, Виталий, знаешь, вот мне вспомнится случай, когда Христос, вот когда мы привели вот эту блудницу, и говорят, что Моисей повелел, так вон, вот интересный момент, слышал в одной проповеди, что когда он писал там что-то на земле, он поднял голову, потом спросил, кто из вас без греха, первый пусть бросит камень, и потом опять голову опустил и начал писать, то есть не смотрел в спины тех, кто уходит, а ты там, и ты, вот такой интересный тоже поступок благородный, да, что мы можем смотреть, человек упал, а мы еще, а, вот так тебе и надо, ты такой слабак, там, да, 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 Более такой личный вопрос, как тебе в новом служении ответственного за украинскую молодежь, которая на территории Германии, какие есть трудности в организации этого служения, какие у вас есть планы и перспективы на ближайшее время? Такой вопрос. Друзья, в роли ответственного, наверное, сложно сказать, я всегда вот здесь живу и думаю о том, сколько еще я буду здесь находиться, поэтому я, наверное, ответственность принял только на молодежный лагерь, на близлежащее общение, ну, так вот было поначалу, да, поэтому до конца не знаю, мы, когда выехали с семьей сюда, наверное, реально ощутили, что значит быть странниками и пришельцами, когда все поменялось, то, что раньше было обычно. Ну, а какие перспективы? У нас сейчас на 12 ноября запланировано молодежное общение, тема Божий человек, ну, вот, как бы, я близкие перспективы, на следующий год пока ничего не запланировано. Еще в декабре, в январе у нас планируется молодежный зимний лагерь для молодежи старшей, где-то с 25 лет, не знаю, вот, решим как, наверное, кто хочет больше со старшей молодежью пообщаться, вот, в лагерь. Ну, и семинар для руководителей молодежи 3-4 декабря или 2-3, там еще вопрос немножко решается, с участием Андрея Степановича Антонюка. Дальше у нас сейчас активно идет это формирование молодежных групп, потому что есть потери среди молодежи, переехавшие из Украины в Германию, ну, и в другие страны Европы, в связи с тем, что нету активного посещения молодежных, нету активного посещения церквей, где-то некоторые духовные проблемы, которые были, перевезли в какой-то крест. Ну, это проблемы, которые переживаем и хотим сформировать как можно больше молодежных групп. украинские группы. Понятно, надо тоже молиться из-за ту молодежь, которая выехала и той, которая осталась. Тут еще вопрос писали, немного они по теме, значит, является ли гнев грехом и как понять стих «Гневаясь не согрешайте» или есть разные виды гнева? Такой вопрос. Друзья, конечно, я не готовился к этому вопросу, но у меня есть ответ для меня, я поделюсь с вами. Вообще, я думаю, что написано «Гнев человеческий не творит правды Божьей». Да, это так, но все равно мы по-человечески гневаемся. Когда мы гневаемся? Когда наши дети где-то бывают непослушными и где-то у нас проявляется какой-то гнев, да? Но написано «Солнце не зайдет во гневе вашем». Мы все равно должны сдерживать свои чувства. И если где-то наш гнев вышел за рамки дозволенного, мы должны до захождения солнца примириться, где-то поправить, где мы чуть-чуть больше сделали, чем надо. И гневность не согрешает. Гнев может привести к ярости, ярость может привести еще к каким-то последствиям и можно прийти очень далеко. Христос написано, когда, это, по-моему, во фарисеях сказано, «Возрел на них гневом, скорбя, божесточение сердец их». Это был правед. Но звук пропал, да? Уже появился. Ай-яй-яй, простите. Надо на дрон телефоне подключаться. За гнев, я сказал, не знаю, слышно было? Ну да, там за фарисеев, по-моему, ты вспомнил. Да. Христос возрел гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Он гневался праведным. И он действительно, ну что вы это делаете? Вы же человек, нуждается в помощи. А вы препятствуете этому. Он гневался на них? Ну, это был праведный гнев. И он не грешил в этом гневе. У него не было ярости. Он не переходил на крик, на какую-то злоб. Не было этого, да? Поэтому я думаю, что гнев бывает и у христиан. Но все это должно быть в больших таких вот рамках и мы должны понимать, если где-то вышли немножко, солнце дойдет. Нельзя, чтобы это перерастало в какое-то длительное состояние.